Это видео будет для самых отчаянных, потому что фармить кафросы это такое не очень благодарное дело, падает их очень мало. Но больше всего их падает в камасильве. Там 2-3 без свитка удачи, 6-8 со свитком удачи. Ну, по крайней мере, у меня так получается убивать их. Плюс к обычному фарму мобов можно еще делать квесты, ежедневные квесты. Первый квест находится вот здесь, в этом месте, левее чаши древних мудрецов, то есть синписки Мельдон, Мельдоний. К нему подходите, берете. У него есть 3 квеста, за один из них дается камень кафрос, остальные порошки. Ну и за все даются очки влияния 300, по миллиону, боевой опыт и опыт навыков. Единственное, к этому квесту нужен нож для шкур, потому что надо добывать шкуры с убитых мобов. Самое простое это с волков добыть шкур, один квест. Потом нужно с грифона добыть, там буквально с двух грифонов, по-моему, хватает. И с пантер надо добыть шкуры. Пантеры немного потяжелее, иногда их просто тяжело найти, потому что их все бегают, убивают. Ну где-то 3-4 пантеры мне обычно хватает, чтобы выполнить квест. Так вот, подбегаю к следующему месту с квестами. Это лес Маншару, просто на узел нажимаете правую кнопку, он вас отведет к NPC, к нужному. Би-ворд стоит, вот у него еще есть два квеста. За один, опять же, порошок дается, и поменьше влияние. Так, за второй уже дается Кафрас, еще один. Ну и зелье, в принципе, грифона можно взять, урон по монстрам Камасилию, плюс 12, как раз для фарма Кафрасов. И перейдем к следующему месту. Итак, третий NPC, который дает нам ежедневные задания на Кафрасы в Камасилию, это вот Набира. Он находится в западном лагере Акер, возле леса Альф. У него есть три квеста, и также, опять же, один только дает этот Кафрас. Остальные два дают просто очки влияния, порошки, но еще и дают хризалитовые листья, которые можно поменять там на частицу земли, частицу ветра, корень копытника. Но если вы хотите рысака пробудить. Также один квест здесь, ну тут два квеста просто убить мобов, третий квест, это убить мобов, собрать частицы и отдать его на Биру. Там три частицы буквально надо, отдаете, вы сдаете квест. Итак, вот оно четвертое место на инганах. NPC корид, плетеный лес, просто так же на правую кнопку нажимаете на него, он у вас придет прямо именно к нему. У него так же три квеста, из них один дает Кафрас. Ну и всякие банки, шлак, которые, не знаю, выбросить можно. Очки влияния, также зелий грифона, хризалитовые листья, это все то же самое дает. Но я, как правило, ограничусь тремя ежедневками, тремя местами ежедневок. То есть это Лук Наван, лес Маншару и лес Альф. Там Кафрасов больше падает, чем на инганах. Может вам повезет больше, на инганах будет тоже Кафрас хорошо падать, мне они там падают редко. Даже с видком удачи падает там 1-2 Кафраса, не знаю почему. Еще некоторые формят на грибах. То есть вот здесь вот есть грибы, убиваются быстро. Лут там с них падает тоже 1000, по-моему, 1 стоит. Ну, в принципе, там немного можно поформить. И атаки немного надо, очень даже немного, по сравнению с Ланаросами теми же или Луком Наван. Единственное, еще можно Кафрасы собирать сбором. То есть сбор, камень жизни включаете. И с дерева там, либо с руды. Кафрасы, в принципе, тоже 3-4 Кафраса за час где-то вам упадет. Плюс, опять же, порошок там часто падает. Скрещивайте его с камнями точек на броню или оружие обычными. И получаете, опять же, Кафрасы. Субтитры сделал DimaTorzok